Темная лошадка вступает в гонку. Кто такая Камала Харрис? В Соединенных Штатах 1 августа стартует голосование в движении вице-президента Камалы Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии. В этот раз голосование скорее формальность, ведь Харрис уже заручилась поддержкой 99% делегатов предстоящего съезда партии. О том, что именно Харрис, а не нынешний президент Джо Байден может пойти на выборы, говорили еще год назад. Уже тогда многие сомневались в способности Байдена дотянуть до конца нынешнего президентского срока, не говоря уже о том, чтобы баллотироваться вновь. Тогда же и возник вопрос, а готова ли Харрис стать президентом? В лагере демократов на этот счет восторга не испытали, скорее уныние. Даже американские мейнстримные СМИ констатировали, что Харрис на посту вице-президента практически не запомнилась, разве что бессвязной речью и взрывным смехом, что породило домыслы о ее здоровье. Но так ли безнадежно Камала Харрис? И смогут ли американские политтехнологи за три месяца превратить офисную золушку в правящую королеву? Ставка на темную лошадку Вечером 21 июля Байден сообщил о своем решении выйти из борьбы за пост президента на выборах, до которых осталось всего три месяца. Заявление выглядело скомканным. В такой ситуации ожидалось, что американский лидер выступит из овального кабинета с видеообращением к нации. Учитывая, что у Байдена был обнаружен коронавирус, то овальный кабинет, где традиционно оглашаются важные решения, можно простить. Но пост в соцсети выглядел, мягко говоря, неуместно. Затем был опубликован еще один пост Байдена. «Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение Камале как кандидату от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это». И вновь это ощущение диссонанса. Вряд ли в команде Байдена не понимали, что эти два поста разлетятся по всему миру. Их прочтут миллионы людей, в том числе избиратели в США. И это прекрасная возможность презентовать Харрис как потенциального лидера. Но вместо этого в сообщении говорилось о лучшем решении Байдена и необходимости победить Трампа. Случайно или нет, но этот краткий пост как нельзя точно обрисовал два совершенно разных образа. Сильный, идущий на пролом образ Трампа, невнятный и размытый Харрис. А вот что заявила сама вице-президент по поводу своего участия в предвыборной гонке. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить демократическую партию и объединить нашу нацию, дабы победить Дональда Трампа. У нас есть 107 дней до дня выборов. Мы будем бороться вместе и победим». Складывается ощущение, что без Трампа ни у Байдена, ни у Харрис вообще не было бы мотивации что-то делать. Опять же, кто такой Трамп, все знают. Для одних правдоруб, националист в хорошем смысле слова и просто харизматичный парень. Для других угроза либеральным порядкам, преступник и опять же националист, но уже в плохом смысле. А вот кто такая Харрис, сказать сложно. «Мы темные лошадки в этой гонке. Мы темные лошадки. Но эту кампанию поддерживает народ», сказала вице-президент в минувшие выходные во время сбора средств на избирательную кампанию. Что ж, понятнее не стало. То ли вице-президент надеется завоевать избирателей неоднозначными метафорами, то ли сама не понимает, кто она есть на самом деле и что может предложить народу. Вице-президент по неясным вопросам. В прошлом году, когда в определенных кругах Вашингтоне заговорили о перспективах Харрис как преемницы Байдена, обозреватель The Atlantic Элейна Калабра попыталась понять, почему у демократов столько скепсиса в отношении вице-президента. Журналист взяла у Харрис интервью. Калабра описала свою собеседницу как закрытого человека, который периодически говорит заученными фразами. Возможно, эти качества не позволили Харрис наладить должную коммуникацию с офисом Байдена, а также с американскими чиновниками и законодателями. Первый год на посту вице-премьера оказался для Харрис полным провалом. Она говорила не в попад, допускала ошибки в работе. Из ее офиса один за другим начали увольняться сотрудники, в том числе ключевые фигуры. Глава офиса, директор по коммуникациям, советник по внутренней политике, советник по национальной безопасности. Телеканал CNN в то время сообщал, что Харрис и ее офис вымотаны отсутствием значимой работы и напряженными отношениями с офисом Байдена. Обозреватель The New York Times Дэвид Брукс писал об управленческих качествах Харрис следующее. Со времени работы окружным прокурором Сан-Франциско и вплоть до пребывания на посту вице-президента Харрис заслужила репутацию человека, унижающего подчиненных и сжигающего персонал. У Байдена есть круг людей, которые были с ним десятилетиями, но у Харрис такой группы нет. Информационный бюллетень Substack Open The Books подсчитал, что по состоянию на 31 марта более 90% сотрудников, которые работали в команде Харрис, в начале ее вице-президентского срока уволились. Многие говорили, что обязанности Харрис носят неясный характер. Отсюда появилась шутка о том, что вице-президент способна лишь на работу с письмами. Белый дом просит Камалу Харрис сидеть за компьютером весь день, на случай, если придут электронные письма, иронизировали американцы. В конечном итоге Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось, что Байден полагается на своего вице-президента как на партнера по управлению страной. Но репутацию Харрис это не спасло. В июне 2021 года вице-президент встретилась с ведущим NBC Лестером Холтом, чтобы обсудить иммиграционную программу Байдена. Когда журналист задал вполне ожидаемый вопрос, планирует ли Харрис посетить южную границу, где резко возросло число мигрантов, вице-президент вдруг начала говорить совершенно бессвязно. В какой-то момент вы знаете, я, мы едем на границу, мы были на границе, так что вся эта история с границей, мы были на границе. Холт поправил ее. Вы не были на границе. Тогда Харрис резко бросила. И я не была в Европе, я не понимаю, о чем вы говорите. Для многих американцев интервью Холта стало первым реальным знакомством с Харрис в качестве вице-президента. Этот диалог облетел практически все американские СМИ. А сама Харрис после этого несколько месяцев избегала выступать перед камерой. Впоследствии вице-президент не раз произносила бессвязные фразы, что породило множество мемов. Появились предположения, что Харрис страдает лагареей. У некоторых политиков мозги как музыкальный автомат, писал на этот счет Дэвид Брукс. Вы называете тему, и они проигрывают любую пластинку, которая хранится у них в мозгу и соответствует этой теме. Харрис, похоже, не очень хорошо справляется с такого рода спонтанным обменом мнениями. К слову, тема миграции стала для Харрис особенно болезненной. Еще в начале президентского срока Байден поручил Харрис заняться данным вопросом. Однако у вице-президента так ничего и не вышло. При нынешней администрации рост незаконных пересечений границы США с Мексикой достиг рекордных показателей. Губернаторы южных штатов негодовали. Дело дошло до конфликта с федеральными властями. А чтобы Харрис прониклась проблемой, губернатор Техаса Грег Эббот отправил к ее дому два автобуса с мигрантами – около 100 человек. Такое положение дел не прибавило популярности вице-президенту. В июле 2023 года опрос NBC News показал, что деятельность на посту Харрис одобряет всего 32% респондентов. 49% заявили, что относятся к вице-президенту отрицательно, из них 39% – крайне отрицательно. Таким образом, Харрис показала самый худший результат среди американских вице-президентов за всю историю данного опроса. Быть первой, чтобы не оказаться последней И все же, несмотря на провалы, стоит отметить, что к 60 годам Харрис смогла действительно многого добиться. Она родилась в семье эмигрантов. Ее мать – уроженка Индии, а отец родом с Ямайки. Харрис окончила университет Говарда в Вашингтоне, получив степень бакалавра экономики и политических наук. А затем университет Калифорнии, где получила юридическое образование. Далее Харрис уверенно шла вверх по карьерной лестнице. В 2004 году стала окружным прокурором Сан-Франциско, а в 2011 – генпрокурором штата Калифорния. Но на этом Харрис не остановилась. Сначала избралась в Сенат США, где активно критиковала Трампа. В 2019 году объявила об участии в президентской гонке. Правда, впоследствии сняла свою кандидатуру, признав сторонников голосовать за Байдена. И не прогадала. Байден стал президентом, а Харрис – вторым по важности лицом в американской политической иерархии. Однажды Харрис сказала, что стремится следовать совету своей матери. «Моя мать смотрела на меня и говорила, Камала, ты можешь быть первой, кто сделает многое, но постарайся не оказаться последней». В итоге Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента, при этом первой чернокожей американкой и первой американкой южноазиатского происхождения, избранной на эту должность. А до этого она была первой женщиной, ставшей генпрокурором Калифорнии. Кроме этого, в ноябре 2021 года, когда Байден проходил медицинские процедуры, Харрис на несколько часов стала первой в истории США женщиной, наделенной президентскими полномочиями. Сказать о том, что на посту вице-президента Харрис была не при делах, тоже нельзя. За три с половиной года она посетила несколько десятков стран – в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, провела переговоры с рядом иностранных лидеров. Американские эксперты отмечают, что отчасти благодаря Харрис на выборах в Конгресс в 2022 году не случилась так называемой «красной волны». Многие предрекали, что республиканцы на фоне неудач администрации Байдена легко смогут получить большинство в обеих палатах Конгресса. Однако Харрис сделала удачный ход, убедив Байдена поддержать право женщин на аборты в противовес республиканцам. Большую часть 2022 года вице-президент провела в разъездах, проводя беседы с избирателями на тему абортов, как в Красных Штатах, поддерживающих республиканцев, так и в Синих, выступающих за демократов. В этом плане Харрис понимала настроение жителей страны и потенциальное влияние вопроса об абортах на избирательную кампанию. Журналист The Atlantic отмечала, что Харрис интеллектуально и трудолюбива. Те, кто ближе всего к Харрис, пытались понять, почему положительные качества вице-президента не нашли отклика у американцев, писала Калабра. Возможно, ответ на этот вопрос нашел Дэвид Аксельрот, бывший старший стратег в команде экс-президента Барака Обамы. «Я думаю, это одна из вещей, которая преследовала ее в президентской гонке. Казалось, что она не могла твердо стоять на ногах, словно она не была своего рода заземлена. Она точно не знала, кто она такая. Люди могут это прочесть. Когда вы играете на таком уровне, люди могут это прочесть», – сказал Аксельрот. Миссия – заземлить Харрис. Можно отдать должное образованию Харрис ее трудолюбию и амбициозности, и все же это не делает ее интересным тем более харизматичным политикам. Если бы в предвыборной гонке участвовали Харрис и Трамп без какой-либо помощи и воздействия извне, то экс-президента шансов вернуться в Белый дом было бы куда больше. Однако не все так просто. Выборы в США – это не противостояние кандидатов, а сражение между двумя ключевыми партиями страны, а еще точнее – битва между армиями политтехнологов. Если Харрис до сих пор не понимает, кто она, ей объяснят. И если понадобится, то заземлят. И образ подкорректируют. Главное, чего добилась Харрис – это поддержка со стороны главных демократов. Хотя еще год назад это выглядело нереальным. В начале 2023 года журналисты The New York Times опросили демократов на предмет их отношения к Харрис. Полезненная реальность для Харрис заключается в том, что в частных беседах за последние несколько месяцев десятки демократов в Белом доме на Капитолийском холме и по всей стране, включая тех, кто помог ей попасть в список партии в 2020 году, говорили, что она не справилась с задачей, не смогла презентовать себя в качестве будущего лидера партии, не говоря уже о стране. Даже некоторые демократы, которым ее собственные советники отсылали репортеров за цитатами в поддержку, в частном порядке признались, что потеряли в нее веру. Говорилось в материале. Однако у Харрис есть одно важное преимущество – фактически без альтернативный конкурс. Демократы до последнего цеплялись за Байдена, хотя понимали, что президент по очевидным причинам не может потянуть второй срок. И когда Байден решил выйти из гонки, стало очевидно, что кроме как на Харрис ставить особо не на кого. В числе первых, кто встал на сторону Харрис, стало чета Клинтонов. Сейчас необходимо поддержать Камалу Харрис и всеми силами бороться за ее избрание. На чаше весов будущей Америки, говорится в их заявлении. Поддержали Харрис финансист Джордж Сорос и его сын Алекс. «Для нас настало время объединиться вокруг Камалы Харрис и победить Дональда Трампа. Она самый лучший и наиболее квалифицированный возможный кандидат», – написал Алекс Сорос в соцсети X. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поначалу хранила молчание, чем спровоцировала слухи о разногласиях в лагере демократов касательно кандидатуры Харрис. Но в конечном итоге Пелоси все же приняла решение поддержать вице-премьера с огромной гордостью и безграничным оптимизмом в отношении будущего США. Реакции еще одного важного демократа Барака Обамы пришлось ждать несколько дней. «Мы сказали Харрис, что из нее выйдет фантастический президент США. В этот критический для нашей страны момент мы собираемся сделать все возможное, чтобы она победила в ноябре», – сказал экс-президент. Судя по всему, ставки сделаны, и номинация Харрис – лишь вопрос времени. Тем более, она уже заручилась поддержкой необходимого числа демократов, которые будут голосовать за выдвижение ее кандидатуры на пост президента от партии. Реалити-шоу набирает обороты Тем временем за работу по продвижению Харрис активно взялись СМИ. При этом не только американские, но и европейские. Похоже, в Европе прихода к власти Трампа боятся больше, чем в демократической партии США. Открываешь сайт телеканала CNN, а там на главной позиции новость. Камала Харрис воодушевила избирателей демократов. Но сможет ли она расширить карту? Чуть ниже аналитическая статья. Как Харрис может вернуть себе критически важную группу избирателей, которые отвернулись от Байдена? Еще ниже. Мэр-республиканец в спорном штате поддерживает Камалу Харрис. Узнайте почему. Где-то через 5-10-е находятся новости про республиканцев. Это не просто кошатницы. Джеймс Дэвид Вэнс имеет опыт пренебрежительного отношения к людям без детей. К слову, это шпилька в адрес кандидата вице-президента от республиканской партии, которого кулуарно называют возможным преемником Трампа в следующем электоральном цикле. Вслед за журналистами заработали и социологи. На минувшей неделе агентство Reuters опубликовало результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой ИПСОС. Оказалось, что Харрис по уровню поддержки опережает Трампа на 2%. Вице-президенту отдают предпочтение 44% избирателей, Трампу – 42%. О победе Харрис не написал только ленивый. Вот только большинство упустили одну деталь. В материале, опубликованном Reuters, говорится, что в опросе принял участие 1241 взрослый американец. Однако на сайте ИПСОС есть важное уточнение. Выборка включает 1018 зарегистрированных избирателей, из которых 426 считают себя сторонниками демократической партии, 376 – республиканской. Разница в 50 человек в пользу демократов. Вот такая предвыборная арифметика. Стоит ли удивляться, что при таком раскладе 62% американских избирателей обеспокоены тем, что президентские выборы в США могут быть сфальсифицированы. Об этом, к слову, тоже говорят результаты опроса. На этот раз прощупывали почву американская исследовательская организация Rasmussen Reports и аналитический центр Herland Institute. К слову, опрос также показал, что почти пятая часть респондентов во время выборов 2020 года получили по почте более одного бюллетеня или же получили бюллетень за человека, который не проживает по их адресу. Демократы проведут голосование о выдвижении Харрис кандидатом на высший государственный пост США с 1 по 5 августа. В Национальном комитете демократической партии уже заявили, что в рамках процедуры голосования не будут рассматривать иные кандидатуры, кроме Харрис. На сегодняшний день вице-президент заручилась поддержкой 3923 делегатов предстоящего съезда партии, что составляет 99% голосов. Поэтому предстоящее голосование – скорее формальность. С большой долей вероятности можно утверждать, что в ближайшие три месяца в битве за президентское кресло сойдутся Харрис и Трамп. Есть, конечно, и другие кандидаты, но за их плечами не стоит гигантский политический таран в виде демократической или республиканской партии, с их спонсорами, влиянием на СМИ и армиями политтехнологов, работа которых по большому счету и определит исход электоральной кампании. При таком раскладе не столь важно, кто такая Камала Харрис и чего она хочет. Важно лишь то, насколько удачно ей подберут образ и справится ли исполнитель с отведенной ролью.